Она обращается на разные абоненты с разными проблемами, и агрессивные, и зависающие, и суицидальные. Ну, бывают разные случаи. И, в общем-то, на начале мы думали о том, чем мы выступили на этой конференции. Ну, как-то так тема, она пришла сама собой, что проблема, с которой можно столкнуться... Каждый телефонный консультант — это работа с абонентом, который заявил о суицидальных номинах. Конечно, среди них очень много манипулятивных, очень много, скажем так, разыгрывающих персонажей, такие тоже встречаются, попадаются. Но сразу оговорим, что сегодня мы будем говорить о реальной случаях, то есть когда суицидальный абонент является реальным вопросом. Дождем пока на шкале. Известись, мы не сможем. Тем больше, наверное, слышит, тем больше пользуется принесет свое мероприятие. Да. Я не вспоминала, как это микрофон. Микрофон. Ты долго слышишь, что ли? Комбовый микрофон, который? То есть это для аудитория? Для записи. Для записи. А, для нашего микрофона. Понятно, то есть не слышно, да? Все, ладно. Это хорошо. Ладно. Значит, в таком случае мне понадобится ваша помощь. Можно вас попросить каким-то образом изомновить, чтобы это не мешало и как-то это обважать? Ну, это не слышно. Ну, ладно. Вот этой штукой можно зацепить за ремень. Ремня нет, поэтому... Как это? А, это что? Приходите, мы пока спешим. Все, поясок. Вот он же ремень. А, прекрасно. Ладно, купите. Куда-нибудь сюда и будет слышно. Да. Ну, удобнее передавать из рук в руки, на самом деле. Говорящему, у вас же два ведущих. Ну, да. Ну, вот он включен уже? Да. Все, окей. Не знаю, по-моему, ничего не изменилось. Разве на мне прибавилось больше проводов? На красную кнопку. Что-что? На красную кнопку. На красную кнопку. Не знаю, с шахидами пока еще не хотим стать. Вот. И, в общем-то, конечно, сегодня мы поговорим больше о случаях реальной суицидальной опасности. И, ну, нам кажется, что стоило уделить этому больше внимания, чем говорить о манипулятивных и разыгрывающих абонентах. Это какая-то уже отдельная тема. Вот. Хотелось бы спросить у вас, кто работает на телефонном, на консультировании, телефонном, и кто сталкивался с такими абонентами? Так, это поднимают руки телефонные консультанты или те, кто сталкивался? Телефонные консультанты, он просто на телефоне или по жизни? На телефоне на данный момент, да, поскольку. Ну, кто-то, наверное, это было раньше, потому что у нас все это не было. Вы, да? Когда 2-3 часа ночи, вы на службе, и там нужна какая-то помощь или частная приезда, это считается? Ну, с одной стороны, да, суицидальная ситуация по телефону. С другой стороны, да, если это не совсем служба, телефон, доверие. То есть, ну, в принципе, если мы рассматриваем это просто, если есть необходимость оказания помощи, необходимость консультирования, то в любом случае мы попадаем в такую ситуацию. Вот. Ну, хотелось бы, наверное, вкратце попросить вас этим опытом поделиться. Вообще, чем закончилась беседа, что был за запрос, как работали? Кто-нибудь желает поделиться? Если кто поднимал руки. Ну, это меня был замок. А можно представить вас, уточить? Я был замок демонстративного суицида в присутствии детей, то есть девочка перерезала себе вены. Замок забрал с клиента, был, с одной стороны, ситуация, я не хочу жить с какой стороны, тетя не знаю, что мне делать. Ну, то есть, реально была ситуация, когда работали с двумя мотивациями по спасению жизни ребенка. Но он прерывался несколько раз, потому что предмет о любви девушке уходился рядом. Он периодически пытался помочь ей, а она демонстративно обходила, разыгрывала длительную ситуацию вот этой игры. То есть, суицид, точнее, был как бы поводом манипуляции молодым человеком. Ну, и, с другой стороны, непониманием, что сделать, когда кровь течет, и все подростки были, просто, ну, как бы сказать, немножко растеряны. Спасибо. Есть ли еще желающие поделиться опытом? Да, конечно. С Натальей, Московская психологическая помощь, 1951, много на блоков таких поступает, большая часть из них, как административные органы, то есть высокие исследования, человеку как-то приходится к другим замериям, но это не текущий случай. У меня был опыт консультирования молодого человека, самый такой яркий, где была реальная опасность, там исцеляться, кроме быть я, но он в таком аффективном состоянии, в истерике, в здании, который выбросился из окна, но тоже в ходе беседок, как-то работать с чувствами, с причинами этого намерения. Хорошо, спасибо. То есть беседа, можно считать, она так и закончена была, в принципе, так конструктивно. Это здорово, хорошо, когда такие случаи имеют место в практике, то есть как-то хочется надеяться на нашу службу, действительно, потому что бывает, что звонят люди в очень остром кризисном состоянии, и поскольку мы заявляли в мастер-классе, что возьмем для разбора на первой части очень такой реальный и сложный случай, вот на котором мы, собственно, потренируемся и разберем его, Ну, сразу скажу, что у нас два блока будет в мастер-классе. Первое – это разбор случая, такое коллективное обсуждение, вот, а второе – это такое больше практическое интерактивное занятие, чем-то напоминающее тренинговое. Ну, об этом позже. Вот. Что касается вот разбора случая, это был звонок на телефон доверия. Ночью позвонил молодой человек и сообщил консультанту, что он находится в совершенно непонятной для него ситуации. Его девушка, с которой он недавно расстался, написала ему смс-сообщение о том, что она стоит на крыше и собирается пробить. Она где-то в городе, где конкретно, он не знает. В данный момент он едет на машине и, собственно, ищет, где бы она могла бы быть. В местах, где вот они вместе проводили время, где вот предполагал, что она может находиться. Телефонные звонки она сбрасывала, была доступна только по смс-кам. И его запрос к консультанту заключался в том, что помогите, что ей отвечать на эти смс-ки, которые она мне шлет, чтобы ее удержать, пока ее не найду, либо пока там ее не снимут, какие-то спецслужбы. То есть консультанты провождают эту переписку почти в течение всей ночи. И сразу скажем, что, в принципе, случай закончился удачно, потому что последние слова молодого человека, который там произнес консультанту, были «Я ее вижу, спасибо», и повесил трубку. Потом через какое-то время он перезвонил, сказал, что там «Спасибо, спасибо», «Очень благодарю», «Очень там все прекрасно». Он прям выдыхал с облегчением. Вот. И однажды, ну, как-то вот эти смс-сообщения хранились в архиве. И когда мы с коллегой составляли тренинг обучения помощи человеку, который заявил о намерении покончить с собой, мы решили использовать некоторые материалы из этой смс-переписки, разумеется, не раскрывая там ни имени, ничего, ни фамилии, никаких личных данных для обучения. То есть у нас есть такая небольшая, краткая, но содержательная презентация. И построим нашу работу вот сейчас таким образом. То есть мы эту презентацию покажем, смс-переписка называется «Выдержание на грамме». Сейчас мы ее запустим. На экране будет демонстрироваться одна из смс-ок от девушки. То есть, ну, сразу могу сказать, что они идут непоследовательно, мы взяли только выборочно. И ваша задача, да, самые такие, как, кажется, у нее еще обучающий потенциал. Вот. Ваша задача будет в течение трех-пяти минут, поскольку мы в режиме реального времени работаем, сочинить ответ уже готовый, непредположительный, что, возможно, следовало бы ответить так, или, может быть, вот так. А вот ответ, как бы вы ответили на месте телефонного консультанта. Но прежде чем мы приступим к этому заданию, я хотела бы вот спросить аудиторию насчет того, что... Как вы думаете, что осложняло работу того конкретного консультанта? Вот какие факторы? Можно попробовать шторы, если просто я больше... Аудитория будет сложно писать. Значит, вот так. Все. Нормально? Я услышала, работа через посредника. Вот. То есть, в чем сложность? Поясните? Вы, кто не напрямую, когда ведется контакт с человеком. И преломление. То есть, эмоции, которые посредник все-таки не передает. Да. Преломление, искажение информации. Спасибо. Еще какие мнения? Чем осложняла работа? Я лично, это ситуация, как это там. И длительные. Ну, как бы я прямой, может быть, да? Нет. Давайте поднять все руки, потому что много мнений. Да, вот, девушка. Как мне кажется, что это не прямое общение, а даже через косметику. А перехлисты, вернее, это несколько вообще необычных. Угу. Да. Я думаю, что он облажнял тем, что консультивный край двух людей. Совершенно верно. И того, молодого человека, и вот это он сейчас. Он очень нуждался в поддержке, на самом деле, в этот момент. Консультивный, на самом деле, молодого человека, который посредством как бы становления своего стандарта на весе, мог продолжать работу. Двойная работа, так. Угу. Да. А срочность по времени? Мне кажется, пока детка не встала, и пока ему на счет передал, пока он не говорит, что там свои процессы происходят. А срочность по времени. Почему мы даем на написание 5,3-5 минут? Потому что, в принципе, я думаю, всем понятно, допустим, такая опасность. Когда девушка долго не получает СМС-ку, она может подумать, что все, бросил, я ему не нужна, и сделать роковой шаг. Да. Еще один вопрос, невозможно, невозможно с воздействием по гербальным методам. Конечно. Пауза. Совершенно верно. Ну, невозможность передачи эмоций, грубо говоря. То есть исключительно такое сухое сообщение, которое невозможно не поправить... Ну, здесь, да, вспоминает старая русская поговорка слова «не воробей», «вылететь не тайная». Что действительно, консультант, ну, у него дело с очень серьезным, да. И, может быть, еще и главная струненность, которая не для консультации, а психологически для консультанта. Это протоколирование каждого его шага. Ну, про ответственность. Вы про ответственность поверили? Ну, про ответственность. Ситуация протоколирования каждого шага. То есть получается, что он потом как-то имел дело с тем, что осталось после него, да? Ну, да, передачи. Получается, что это же, в общем-то, такая рекомендация для консультанта, что он, кстати, же ответственный безусловно, ну, как-то там есть, если он, кажется, больше. Ну, в случае, если бы он не нуждалась, с кем позвонить. Да, я очень согласна с этим, потому что в тех, как консультирование работы, мы, как бы, предлагаем его ресурсы в пользу. Клиент, а здесь реально конкретно, да, идет информирование и направление действия. Да, и кодирование очень сложно. То есть я должна раскодировать этот смс, где эту эмоцию. На самом деле я понимаю то, что хочет девушку сообщить. И этот парень, он правильно понимает, что в этой смс-кодировании? Дело в том, что... Да, и как мне донодировать то, что передать ей за смс-кодирование? Да, и если консультант, допустим, не допустит мысли, что в это была вложена какая-то другая реакция, да, там, ну, мы, значит, не будем говорить о проекциях вообще, всех сложных механизмах, но все равно, то есть, возможно, девушка имела в виду совершенно другое, потому что она манипулировала вообще. Но потом так выяснилось, что это действительно был истинный шаг. Они недавно расстались, она находилась в таком эмоционально нестабильном состоянии, и, в общем, вот эти смс-ки, это был такой защитный экран для нее, она не могла говорить, вообще не могла мне произносить ни слова, и вот таким образом она пыталась, ну, себя спасти. Как это не парадоксально, то есть, действительно, как уже упоминалось, да, с одной стороны, что мне делать, а с другой стороны, я хочу уметь. То есть, желание такое амбивалентное. Человек перерезает себе вину, и в то же время до последнего момента надеется быть спасенным. И это очень тонкая вещь, да. И когда-то происходило, что все-таки там, скорее, консультант говорил, что ему деньги отправляют, или они там сказали, что это вместе? Вместе. То есть, в принципе, консультант решил не брать на себя всю ответственность. Он давал такие конкретные, но не такие догматичные... Вы к нам? Конкретные, но не совсем догматичные рекомендации, что так, я тут вообще главный психолог, я Руси, и я сейчас расскажу вам, как ответить. Потому что, несмотря на то, что молодой человек тоже очень сильно нуждался в помощи, это его... Возможно, действительно, как-то, ну, консультант не в курсе вообще всей ситуации, которая происходит, и задача консультанта была действовать очень сухо, исходя из того, что, собственно, он слышал, и какая информация до него доходила. Поэтому это был такой процесс совместного творчества. Вот, они вместе сочиняли, да. И сейчас мы представим некоторые из них, сразу опять напомню, что это не вот... они не идут друг за другом. То есть это вот просто некоторые выборочные. Но если готовы, значит, первая сометка выглядит таким образом. Я больше не могу терпеть эту боль. Ухожу из жизни, пожелание на прощание, что-нибудь. И многоточие поставим. Итак, три минутки на сочинение ответа. Подумаем, как бы ответили. А вопрос, а ты на микрофон сочиняешь? Ну, отвечает как бы молодой человек ей. Но задача помочь ему сочинить. То есть, ну вот, тогда это было вместе, сейчас вы работаете и делаем, ну вот так. Спасибо. 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 Давай, ну-ка, вот-ка, ну-ка, мысли там, второй помощь. Я заушу вам какую-нибудь презенту. Ну-ка. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она сказала про боль и секретарь, что ее чувствует, и наверняка важно это обсудить. И это выражение моих чувств, что мне не хочется, что это происходило. Мне очень важно, что это было так. Дело в том, я вам сейчас скажу, как в этом моменте, возможно, в дальнейшем он пригодится. Когда консультант «Телефон доверия» говорил с этим молодым человеком, ну, как-то у них был такой момент, когда она говорит, может быть, написать «Я тебя люблю?» Она говорит «Ну я-то ее не люблю, я ей об этом уже сказал, и зачем мне врать?» То есть вот «Я тебя люблю, не уходи, я тебя там обожать буду». Я не чувствовала, что ты осталась, я не говорю, что я одорвалась и так далее, а мне кажется, что ты осталась в живописи. Да, услышала. Да, слушаю. Я тебя понимаю. Без обещаний, но вместе с тем обратная связь с чувствами понимаю и так далее. Не могу сказать, что я тебя люблю. Я тебя понимаю. А дальше не торопись, давай поговорим. И последний бедет. Угу. Я тебя понимаю. Угу. Не торопись. Давай поговорим. Где ты? Здесь присутствует вопрос. Угу. А у вас какая, получается, вы использовали, скажем так, какой метод, то есть на что вы хотели надавить? То есть понимание и чувства-то я услышала. А что еще? Понимание, прежде всего, у человека. Да. Выиграть время. Угу. Остановить. Призвать к диалогу. Угу. 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 И он узнает, где она. Угу. Узнать. Где ты? Может быть последним и пока не надо. Угу. 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 Да. У вас? Ну, в принципе, это дело с анализом, что надо разберется в предложении. Обязательно нужно отразить чувства, да, потому что они здесь очень яркие. Я чувствую, что тебе больно. Я считаю, что можно использовать то же слово, потому что любое другое, оно не сможет, наверное, заменить. Угу. Вот это сильно ощущает, не плохо, не как-то еще. Поэтому я чувствую, что тебе больно. Я хочу тебе помочь. То есть я делаю вопрос на том, что вот желание, то есть просьба о помощи. И да, я готов тебе помочь. Я хочу тебе помочь. Дождись меня. К сожалению, у меня нет здесь никакого вопроса, но есть директива в форме «дождись меня». Что она будет, как она будет дальше реагировать, наверное, как бы доставить до сих пор вопрос. Ну, это наверное. Ну, может быть, для меня вот «дождись меня» звучит не все трогательно. Может быть, в том, как вы это говорите, да, как будто, то есть, ну, именно, не прыгай, живи, там, ни в коем случае. Вот «дождись», как будто вот я спешу, я хочу, но просто ты можешь меня не дождаться, и в смысле вот мне было бы очень горько. Да, да. Фраза вообще, которую я хочу сейчас произвести, она на самом деле взлетает в жизни. Я семейный секретарь, и вот ко мне обратилась пара, которая уже прошла такой вот опыт, к сожалению, семейная пара. И что ее зацепило, он сказал? Он говорил, говорит, все что угодно. Ну, когда вот он сказал сразу «помоги мне тебя спасти», говорит, у меня что-то в ногу как-то, говорит, щелкнуло. Он говорит, ко мне обратился не как, говорит, «возь меня детей, а как взрослому человеку, помоги мне тебя спасти». То есть вот разделение ответственности пошло. Там они сработали. Ну, это как вариант. То есть помоги мне тебя спасти. Помоги мне тебя спасти. У нее, не знаю, такая же другая человек была. Ну, это Ваш вариант вот именно такой. Да, спасибо. Там еще девушка была, да? Ну, я уже примерно тут, мы только вот уже говорили. Ну, я иногда сказала про то, что я слышу тебя, я просто услышала тебя. Вот. И да, тоже вам, получается, желание кому-то так очень помочь. Прошу, да, один, один. Ну, я считаю, что нельзя какой-то, хотя бы, ну, договориться, конечно, какое-то, ну, какое-то время кусочек. Ну, что точно там, где твое решение, то ты его можешь сделать, но чуть времени дай себе и мне. А как звучит Ваш ответ? Можно услышать его полностью? Да, мне сказали, что я слышу тебя, я услышу тебя, ну, когда, можно сказать, да, вот. И она сказала, что мне больно сейчас за тебя, вот. Прошу вас, Катя, хочу помочь. Ну, дай мне, ну, себе, ну, я ничего не люблю. Ну, это еще вариант. Ну, пожалуйста, чем больше, тем лучше. Я делаю свою каплю, ну, сейчас, например, тебе там ужасно сейчас. Ты ужасно сейчас, но дай нам, дай нам еще немного времени. Нам, в смысле, я имею в виду себя, как молодой человек, и, в смысле, нам с тобой в отношении. Да, да, да. А что это значит? То есть, как бы, что Вы здесь имеете в виду? Ну, вот это, как бы, для соведения, там, к ее состоянию, да, ну, и к тому, что, там, нам, в плане того, что, там, мы. Что, там, мне не все равно на тебя, и, там, сейчас, там, не ты одна, там, стоишь на крыше, где-то, а ты там стоишь, и я там. Я услышала Вас, но у меня такой сразу комментарий параллельный. Вот я, например, девушка, и там, я там, я бросила какой-то молодой человек, и, в общем, когда пишут мне, дай нам, как будто я слышу, что вот он снова будет со мной, ой, сейчас я там начну. То есть, вот, какое-то такое ощущение, вот, дай нам, нашим отношениям, как будто я, да, вот, ну, как будто, вот, для меня вот это так прозвучало, потому что, как бы, оберегая нас, думать о нас, дать нам шанс, то есть, вот, как будто... Почему Вы, что спасение, это один из методов приема? Так, какой-то такой, абсолютно серьезный. Там, может быть, реально, что я стою на позиции, я не буду это писать. Ну, при этом, как вариант нам, с тобой вместе, как я буду жить с этим, по-моему. Вот это может быть разделение вины. Ты бросишься, а я буду с этим всю жизнь, да? Насколько она потянет это? Нам это очень такая вещь, просто приятнее, когда она пишет это. Нет, я услышала, значит, вариант интересный, я просто поделилась чувством твоим, да? Вот. Да, вариант у Вас есть. Так, вот здесь у нас есть выступающие. Да. Похоже, ты приняла решение, мне жаль, я хотел бы еще поговорить. Похоже, ты... А можно какое-то обоснование? Обоснование о том, что я предоставляю свободу выбора. Ответственность передает? Да, я передаю ей ответственность. Но я говорю о том, что мне жаль, и мне хотелось бы еще поговорить. Угу. Услышала? Да, комментарий был. Я Вас вижу. Да. Я подумала, что, наверное, так можно быстрее у меня проявить директиву. То есть, некоторые указания, что делать. То есть, потому что очень, раз уже такая ситуация на крыше. Я чувствую, что тебе даю, я хочу тебе помочь. Напиши, где ты. То есть, вот конкретно указание, что сейчас делать. Может быть, не к разговору я приглашаю, а я хочу тебе помочь конкретно спешить где-то. Угу. Ну, сразу слышу, вроде как не ответит, но я не узнаю, а вдруг ответит. Вдруг напишет, где она, да? Ну, честно, приедет. Я хочу тебе помочь. Угу. Хорошо. Угу. Не покидай тут такой вот момент, что, в принципе, тот, кто бросит его в крышу, он бросается сразу и навсегда. А тут вот идет вот эта такая тяжка. Вы понимаете, в чем дело? На самом деле, очень много работало с этой проблемой. Угу. 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 Я хочу сказать, да. Угу. На правах ведущего беру слова, что здесь, собственно, такой процессуальный суицит. То есть, скажем так, неверный шаг, неверный ответ, какая-то провокация, которую она могла почувствовать в каком-то условия ах ты ах ты что это то есть ну как она развивалась да смс-переписка на грани так она называется да вам или вам на всем время в своем ответе я даю ее чтобы получить обратную связь начну с анализа очевидно что делается передает ответственность а в чем это очевидно или повод сбросится или повод остаться многоточие говорит о том что речь о продолжении речь о продолжении диалога иногда иначе бы стояла в точках я бы исходя из позиции присоединения с одной стороны и с другой стороны из позиции что я как-то слушал одного человека мой партнер по ДТП я буду сказать то есть можно попробовать посмотреть с этой точки зрения и сказать мне тоже больно давай справимся с этим вместе партнерство не уверен ну как вариант почему у нас что мы расстаемся но в этом случае много процессов у нас было много хорошего и мы можем позаботиться друг с другом чтобы это было то такой важный момент здесь нет правильных и неправильных ответов каждый может подействовать там провести беседу в своем индивидуальном консультативном стиле исходя из своих возможностей опыта способностей и так далее но вот поскольку у нас будут ответы которые были реально отправлены да и поскольку ситуация завершилась слава богу благополучно то ну как бы не скажешь что почитаем за идеально это был стиль консультанта там проявлено все такое прочее нет сейчас у нас был еще ответ девушки да ну вообще такое ну послание пожелания на прощание что-нибудь это что-то про то что отпусти меня ну скажи мне что-то пусть я вам скажу все в начале и возможно здесь вариант такой ну вы бы как вот звучит именно ответ потому что я слышу гипотетическое что-то ну я могу сказать что я сейчас тебя не отпускаю я сейчас тебя не отпускаю там или там диафротика условно как-то ну пройдет какую-то свою позицию чтобы он там показывает я сообщение что-то такое в этом роде да угу хорошо посмотрим ответ который был да да мои пожелания означали бы что я поддерживаю тебя в решении уйти из жизни я не поддерживаю у нас дело в том что я в проводах тут я могу дать так ну собственно мои пожелания означали бы что я поддерживаю тебя в решении уйти из жизни я не поддерживаю Конечно, только ты вправе распоряжаться своей жизнью. Но я бы переживал, если бы ты приняла такое решение. Да, ну, конечно, ответ был составлен вместе с молодым человеком. Я хотела к вам обратиться сейчас, потому что ваш вариант, когда я его слышала, ну, он был один из последних, я почему-то вспомнила сразу про это, и как-то, ну, наиболее близок, на мой взгляд, к тому, что было отлично. Потому что, я не помню точно, как вы сказали, может, у вас запись? Да. Если бы ты приняла решение, мне жаль, я хотела поговорить еще. Ну, значит, мои пожелания означали бы, что я поддерживаю решение уйти из жизни. То есть, если вы сказали о нем про ответственность, да, то есть, я не поддерживаю, я не беру ответственность за твой поступок, звучит здесь в этом. Я не поддерживаю, я выскажу свою позицию. Сказать, что только ты вправе распоряжаться своей жизнью, передача ответственности идет здесь. Но я бы переживал, если бы ты приняла такое решение, рассказ о своих чувствах. То есть, ну, как бы, в нескольких строчках туда вмещено, и все. Ну, как-то, на мой взгляд, это сообщение несколько суховато. Ну, я, может, потому что у меня стиль более эмоциональный, я бы сюда там что-нибудь впихну. Нет, дело в том, что консультант, парень этот очень сильно хотел написать целую поэму, чтобы она там читала ее полдня, тем более, как бы, смс-ки иногда доставляются там кусками, и это могло бы сыграть роковую роль, к сожалению. Вот, и здесь важное требование было... Рекомендация специалиста или самому парень? Рекомендация специалиста, ну, извините, здесь где больше чьей роли? Да. Больше роли специалиста. Идеальная работа. Больше роли специалиста. Мужчина? Женщина. Женщина. Еще я сейчас подумал о том, что они были в близких отношениях, и не усомнилась ли девушка, что это парень, я написала. Конечно, с тем, что я не знаю, я не знаю, я не писал, я не писал, я не могу вообще писать. Люди, наверное, не видят. У меня про это такая мысль, что, возможно, она бы и могла догадаться, но либо ей в тот момент было не до того. Она бы висела на кальмире. Это реально женский текст? Да, да. Это не дожди. В чем его женский текст? В чем его? А вот ни с чем не согласен. У нас мы на арке, и на головах мы не делаем. Когда дети сидят на лоб, там, там, например, это, возможно, через телефон. И вы знаете, вот такие тексты идут от женщин, пацаны пишут по-другому. Вот реально, вот это вот женский текст. Потому что он эмоции здесь упражает. Он очень, вы говорите, мы встречаем людей при честном, и он просто запеклить много. Ну, он очень женский. Он не финициативный, правда, не любит ситуацию. Вызрос молодого человека. Два, пять, датчик, нет. Два, пять, датчик, нет. Два, пять, датчик, нет. Два, пять, датчик, нет. Я думаю, в этой ситуации, во-первых, и молодому человеку сложно что-то сформулировать, потому что его девушка, пускай и бывшая, стоит на грани, и он понимает, что фактически это происходит по причине того, что они расстались. И винователям по полной программе еще раз. Вот, и девушка, она также в таком же состоянии, и, думаю, в этой ситуации она вряд ли сидит и думает. Кто же это написал? Это какой-то женский текст. Потому что она это получает, она принимает эту информацию, и, соответственно, уже как бы думает, чтобы ему ответить. Так, чтобы вот, сейчас, секундочку, усугубить. У меня есть пикантная подробность про этот случай, раз уж вы напомнили, как бы то, что там женский текст. После, когда молодой человек перезвонил уже с благодарностями тому же самому консультанту, он там на нее с ней уморвал. Вот, и консультанта, видно, тоже волновался вопрос, она спросила, а девушка-то не догадалась, что это не ты писал? Говорит, нет, даже не было вообще никакого разговора. То есть она-то не говорила, ах, какая грамота написала, или писала какая-то женщина, то есть нет. То есть вот, ну, как-то так, да. Я просто хочу сказать, ну, на мой взгляд, я же точно в этом уверен, что мне кажется, здесь важно очень, ну, принимать там цели какую-то и первостепенные задачи принимать, потому что если там нужно, если не понимаешь ситуацию, ну, там, да, что-то, мы проясняем, что это суицидопатность, если суицидопатность здесь совершенно явное лицо, тогда, мне кажется, там совершенно сто процентов, на мой взгляд, там, мы должны любыми способами избежать, там, значит, вот этого суицида, вот и все. Ну, то есть, что это говорит-то, там, грубо говоря, если там ребенок, ну, там, просто там по аналогии, да, если ребенок подвергается насильной семье, да плевать, там, что происходит, надо брать его ребенка и вытаскивать детство. Ну, цель оправдывать средство, я правильно слышала? Ну, да, да, да. Просто первостепенно задача, мне кажется, важного понимания вот этого. Первая фраза, она тяжелейшая для восприятия. Что здесь главное? Я не поддерживаю. Я не поддерживаю. Я не поддерживаю. Правда, что ты говоришь, телефон, он вот такой вот. Пока ты, что подойдешь до фазы, я не поддерживаю, ты не поддерживаешь. Я не поддерживаю. А вот, я просто у вас, я не знаю, коллега, вот он сказал по-мужски. Ну, это то же самое, но по-мужски. Вот, что здесь мужчина? Ну, я, как-то, я вижу, не призаписывают. Я, ну, рекомендовала записывать понравившиеся ответы какие-то, да, вот. Ну, это так. Не обязательно, как готова формулировка, просто информация к размышлению. А вдруг там пригодится, как девушка сегодня говорила, да? Она ему воспитывала. Да. Дальше дело в том-то, что дальше это, как бы, уже следующий смес, не после этой, а какая-то вот такая, которая была взята ярко для разборки, потому что там упоминались имена и родственники, и все на свете. Ну, давайте подробно. Подождите, еще. Она очень мне нравится. Чем? Я была не жива. Понимаете, она вот, она просто ее, вот, ее на какой-то, вот, вот, я бы, ах, ты, вот, мне кажется, жены, я бы, если... Ну, нет, не то, что там сделаю, она была и на этом разговоре, но, может быть, это не кончится после этой, вот, у нас, типа, ее отбил. В первую работу. Кем будет хотеться ее ответ после? Ну, я бы переживал. То есть вы бы после этой празы убрали, да? А? Или как бы... Я бы переживал, понимаете? Я бы переживал. Ну, переживал, вот, нет, понимаете, я бы, вот это что-то вот... Я еще литература, да, и мне вот что-то вот... А, Леонид, я подумал, что... Да, она, может быть, хочет, чтобы она переживала. Да, но я еще... Я бы переживала, что... А может, я сейчас что-то могу делать? Да. Я же не вам покрыгаю, я еще и... Ну, что ж, да, то есть, действительно, если так подвергать детальному разбору, везде появятся какие-то там несовершенства, но вот, ну, слушай, я сначала услышала, что первая фраза тяжелая, она такая длинная, «Мои пожелания означали бы, что я поддерживала». Нет, я могу как бы так сказать, что... Во-первых, она говорит, «Пожелание на прощание что-нибудь». Он использует, как бы, консультант использует, да, ее слово, что «Желай, я услышала, что ты хочешь пожелания, но не пожелание, если я тебе пожелала, означали бы, что я поддерживаю тебя в решении, но я не поддерживаю». То есть, ну, как-то да, на мой взгляд, сразу не выглядит тяжеловесно. Ну, конечно, здесь момент вот такой субъективный, индивидуального воздействия. Там в этой переписке были такие смс-ки, ответы консультанта, после которых я бы точно прыгнула. Вот, правда. Я бы даже если не хотела, все равно прыгнула, потому что мне казалось, что вы просто... Да, там, может быть, я не могу, чтобы парень знал девушку, и сразу через него пропущен, как-то. Да, давайте, давайте. Давайте, следующую смс-ку. Итак, ты не понимаешь меня, не любишь. Это тупик. Я вижу из него только один выброс. И снова многоточие, вот так вот. Так, три минутки. У нас синий ответ. Так, два минутки. Так. 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 Сейчас попробую. Ну да, это самое важное. Про то, что, типа, где они в парах работают в стройках, я думаю, что это, ну хоть я, не знаю, в принципе, я думала, что у нас уже сейчас видела, ну, 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 вроде только тиск. Четыре. Топирай. Ну-ка, готовы ответы. Ну, никакое сообщение. Топирай. Ну да, пока. Ну, наверное, да, просто если вы отключите презентацию, я буду туда не смелы на это делать. Это можно просто сказать, они будут записывать презентацию. Ну, конечно же. Ну, конечно же. Спасибо. Спасибо. Да. Она не сообщает, как иметь, да? Она не в курсе еще, как она собирается? Она стоит на крыше. Она стоит на крыше. А, он не знает, что она стоит. Да, да, да. Она там, это было, это было в одном из там первых сообщений, что она сообщила стоит на крыше, где-то вот там, на каком-то высоком здании, то есть это было падение с высоты. То есть и там будет смс, который мы будем показывать, там, где, ну, это будет видно, наверное. Вот, этот способ такой, да. Как это будет? Да, давайте выслушивать уже потихоньку ответы, потому что не хочется. Да, 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 да. Мне кажется, это просто роскошная, сама скажет. Да. Ты не понимаешь меня. Это же просто золото не отверт. Может быть, я вам всегда, я хочу понять тебя. Это дает невозможность высказать все, что она думает, высказывать ей и высказывать, не ограничиваясь. Очень важно, чтобы молодой человек действительно ее понимал. То есть, пока она все ей говорит, что она думает, в прошлом время доставляет такую возможность. Она может весь свою черт снять. Он видит через речь. Кому-нибудь, наверное, не зря. Поэтому я вам сказал так. Я хочу понять тебя, когда пойму, возможно, другой выход, помоги. Вот. Я использую то, что коллега дала жизнь, это действительно не понятно. Ну, то есть, это помоги мне звучит некое то, что, как бы, я тоже страдаю, да, то есть... Элемент присоединения, во-первых, это элемент поднятия самооценки, потому что я уверен, что у девушки было несколько мотивов, но в том числе и мотив вместе. Я вот помню, а ты чувствуешь себя заваживаю в свою жизнь. Вот. Китай с ним не повесить снова так важно. Ну, здесь, как бы, ну, видно явное обвинение, да, то, что ты не понимаешь, ты не, ты виноват. У нее возможность вызвать спасителя, Алексей. Это же все дело. Услушаю. Спасибо, да. У меня по форме, пожалуй, не видно. Очевидно. Но я написал так. Я люблю, запитаю, но дай мне шанс понять. Точка. Объясни. И то же ты. Не люблю, точка, но дай мне шанс. Я бы дочитала, не люблю, сказала бы, и сразу бегу бы справа. Нет. Но я введет Даня. А где много слова вы меняете? Я хотела вам ответить, а зачем тебе понимать, если ты меня не любишь? Я все-таки не нужна. Я тебе не нужна. Может быть, я, мне тоже не очень нравится. Угу. Но, с другой стороны, там, мне, там, что вы сейчас сказали, но об этом устранении манипуляции, да, это там, но при этом это да, это там. Но, пристепенно, значит, я просто, ну, как мне кажется, что, значит, там ты не понимаешь, иначе ты не любишь. Ты не понимаешь, ясно. А вот про не любишь, ну, я считаю, не очень там, хорошо, промолчать обратно, то есть в ответе. То есть в ответе, мне кажется, надо это как, там про это тоже сказать. Ну, то есть, получается, что человек говорит, а, значит, ты отвечаешь, любит, отвечает тебе только на часть чего. В смысле, про его, а про люблю, не люблю? Вот, то есть мне кажется, тоже надо как-то... Хорошо, услышала вас, да, восемьдесят. Мне кажется, что любовь, как бы, друг друга, все равно, как бы, ну, человек же был близкий. Он мог бы, как бы, сказать, например, что я там, я понимаю тебя, ты мне очень дорога, потому что все равно человек не чужой. И он, да, он мне говорит, что я люблю тебя, но ты мне дорога, давай найдем другой выход вместе. То есть ваша семейская такая, я... Я понимаю, ты очень дорога, давай найдем другой выход вместе. Угу. Простой, да, давай искать. Давай, давай искать. Да, кстати, вот видите, да, как меняется сразу контекст. Давай найдем, то есть такое ощущение, что как будто бы вот он уже... Либо какая-то легкость присутствует, что сейчас мы найдем выход, и все будет прекрасно. А когда искать, я признаю, ну, как бы, тяжесть этой ситуации, что давай искать, я готов трудности с тобой проходить вместе. То есть вот, ну, какая-то вот для меня вот в этом звучит, да. Угу. 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 Еще раз можно? Я здесь пропустила немножко ты в начале. Я хочу понять тебя, давай искать выход вместе. Ммм. Девчонки, давайте! Прям слух, слух? Прекрасно, и у вас. Супер, какие у нас уны, да. Мне кажется, что коллега сказала очень важную вещь про воспринвещение данных элементов, но это не значит, да? И мы когда-то на расстоянии немножко лучше, и я бы тогда перефазировала к вашему коллеге, да, несмотря на что, ты мне очень дорога. Ну, а большая? Угу. 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 Нет, я не знаю ни на что. Да. Я все не люблю. Да. Ну, да. А, скажи, ты писал, что я не люблю. Да. Ну, или несмотря на то, что тебе так кажется, я за себя говорю. Да. Угу. Услышала? Да, вот. Вариант. Ты дорога, не точка. Я хочу, чтобы ты сожила, точка. Я с тебе езжу здесь. Ну, как-то женский-то было. Ха-ха-ха. Мне нравится. Я не хочу полюбить тебя. Нет единого ответа. Нет. Да, конечно. Правильного ответа. Ну, мы сами понимаем, мы работаем с этим. Да. Илья, а вот это у меня. Это у меня есть вариант, что, когда она пишет, что ты не понимаешь меня, ты не любишь меня, она утверждает, что чувствует другой человек. Ага. Ага. Да. Она не про свои чувства говорит, что я чувствую любовь к тебе. Проектирует. Она, да, она просто выражает, что она может быть как вариант, что я должен чувствовать по-твоему вопросу. Хочу тебя понять. А здесь нет какого-то обвинения, что я должен чувствовать по-твоему? Вот можно, но это здесь не то наше. Ну, смс-ка, да? То есть я, например... Да, то есть что я должен чувствовать? То есть что я, может, даже быть личным, что я должен, да? Ну, что я по-твоему должен чувствовать? Она утверждает это? Нет, то есть ты не понимаешь, что ты любишь, вот все, ты такой, если есть обвинения. Поэтому вопрос, а что же, в общем-то, она ждет от меня фактически в этом? Так, ну, я хочу тебя понять. Хочу понять, что ты от меня ждешь. Тогда, может быть... Анна, ну, допустим, представь, такой ответ, да? Я хочу, чтобы ты меня любил. Шубу, машину, квартиру, дачу. Не выполнишь признак. Ну, можно об этом поговорить, кстати. Давай, я обсудим. Давай, я обсудим. Я готова быть. Да, ну, мы теперь все смеемся, ситуация не смешает. Да, ага. А может быть еще такой вариант, я подумала. Да, последний у нас, как ясно. Ну, если я просто подумала о том, что, если она пишет о том, что ты не понимаешь меня, то можно, в принципе, ну, как бы, осуществить то, что уже есть понимание, ну, допустим, ну, не про желание понять, ну, на данный момент. Ну, сказать на то, что, ну, там, сейчас больно, страшно, там, одиноко, или, например, ну, может быть, напуганно. Ну, я считаю, что выход есть другой. Я думаю, что, в данном случае, человек, который пишет все-таки, он как бы ищет опоры, не в каком-то другом. Ну, там, да, конкретно, у меня был человек. И он, мне кажется, что в данном случае, он назначен давать эту опору. Ну, вы скажете, в подтвердительную форму. Мне так кажется. Я, конечно, вот, правильно, недавно, если не предлагала, я бы не делал там все-таки. А опоры и ответственность, как они здесь перекликаются? То есть, ты знаешь, что я беру на себя ответственность за твою жизнь, там, за твои решения, и, последствия, рискую стать просто отчимовым манипуляцией? Ну, вот, я думаю, так, вот, ну, в одном не есть, если не знаю, что думают остальные, но мне кажется, что в ситуации, когда человек, ну, на некоторой грани, то, ну, это, ну, это, ну, то другой человек, ну, там, я взяла на себя ответственность и вот этот конкретный момент, ну, не допустить, ну, что это, ну, что это, ну, что это, ну, что это... Ну, потому что, сказать, безусловно, меня, я же буду делать вину, да? Все-таки это наши отношения, какие-то, да? Я не под каким-то, ну, завершу, истанно. Хорошо, спасибо. Давайте посмотрим, да, что мы подписали. Сейчас не время обсуждать наши отношения. Когда есть проблемы, решать их можно только в жизни. Если ты выберешь смерть, это отказ от решения проблем. Ну, спорный момент, на самом деле. Я, кажется, совершенно не спорный. Мне ужасно не нравится. Мне нравится. Если мне нравится конец, если ты выберешь место, это отказ от решения проблем. Ну, тоже не очень красиво, но вообще хорошая идея. Но сейчас не время обсуждать наши отношения. Для меня в этой фразе звучит испуг. И отсоединение или страх, и отсоединение по какой-то причине. Для меня в этой фразе тоже звучит испуг и бегство, что не время, не время, не время. Если тебе нет, вот если ты выберешь смерть. Ну, понятно, здесь там возвращение ответственности, но в другой сцене у меня тоже, как спорный момент, мы думали, брать ли нам, как бы, мы решили взять вот для такого именно разбора, то есть, как бы, в надежде услышать более эффективные варианты ответа на сообщения такого рода. Потому что мы, когда выбирали сообщения, думали, что какие более-менее вот могут совпадать по формулировкам с тем, что может попасть по телефонному консультанту. такие вещи, да. Мне кажется, что у нас есть такая ответственность. Ну, это очень сложная схема получается. И, ну, здесь, ну, мне так кажется, что, как бы, консультант, работал на то, чтобы, там, вот, парень, значит, с ним, так, у него было, ну, понятное дело, огромное чувство вины, он снимал уже с него вину, поэтому, там, может быть, с перепрещением, там, смс-ки какие-то какие-то судьи, того, что здесь чувство, там, унифестрирует его, там, присоединение, там, ну, там, мы там, или что-то такое. Ну, там, мы там, или что-то такое. Дима, ты не любишь, не думаешь, тот, что ты усеешь. Ну, да. Разве я немного не любила? Ха-ха-ха. Я хотела сказать на работе, как бы, что ты не виноват в том, что ты же ей пистолетовая. Ты снимал с тебя ответственность? Да, она работает на клиентах, на что делает. Совершенно верно. Дело в том, что, помните, я вначале упоминала про то, что консультанцию в этом университете «Я тебя люблю». Вот есть манипулятивный был момент, что, как бы, ложь во спасение, да, ну, не любишь, напиши-то «Я тебя люблю», там, спасу-то ее, потом разберете. Он говорит «Нет, нет». То есть, это было больше желание молодого человека про то, что он, как мне ей написать, что я не хочу говорить об отношениях сейчас. Я хочу только ее найти, и как-то, вот, он был забочен тем, чтобы ее спасти, и вот выбросить ее куда-то в подачу, чтобы она там была где-нибудь у психиатров, но вот не написал ему такие смс-ки. Потому что она оставляла его в диком совершенно ощущении. Субтитры делал. Да. Сейчас там идет товарищ в розовой рубашке, он разговаривает по телефону, и так… Не, сейчас я потом посмотрю, да. Вот. Сейчас мы дождем нашего активиста, он там идет по коридору и что-то говорит. Он быстро идет. Вы идете? Ну, держи. Хорошо. Бегите быстрей. Продолжаем. Вторая часть. Вторая часть очень долго обдумывалась. Я была полимичная, как бы, во время своего рождения. Но мы решили сделать ее, ну, такой, максимально приближенной к реальной ситуации. Сейчас… Сюда. Добровольца. Который согласен сыграть роль телефонного консультанта. Ну вот. Сейчас будет реальный диалог. Ну, может быть, если не сильно устанем, если стоим нескольких добровольцев, да, там… Посмотрим, как мы дальше сможем. У нас гибкая такая система. Ну, я могу сказать, да. Я буду играть в суициденты на проводе. Мне нужен, собственно, доброволец, который будет меня консультировать. Потом все будет разбираться, анализироваться не как смски, а как ответ на ответ и, ну, собственно, понимаете разницу. Вот. Вся остальная аудитория будет наблюдателями, и поскольку мы будем сидеть спиной друг другу, имитируя телефонный диалог, мы не будем видеть вербалики, мы будем слышать интонацию, там, голос и так далее, вы будете видеть наши лица. Вот. Это вот должно быть довольно-таки забавно. Потому что я всегда представляла себе, что же за выражение лица у абонента, который сидит на проводе. или, может, там, чтобы был забавный случай, когда я консультировала по телефону, а ко мне пришел мой коллега и начал меня щекотать. И мне было очень смешно, потому что он меня щекочет, вот уже я ей проясню, если засмеюсь, будет плохо. Вот. Ладно. Вперед! Давайте, как-нибудь, чтобы всем было заметно, потому что я как-то не хочу на против экрана. Нет, здесь есть, а тут уже. Да. Не имеет смысла. Это звучит так страшно. Да, это звучит страшно. Это звучит страшно. А значит, значит, больше для меня ничего страшного не будет звучать. Все закончится и прекратится. Все закончится. Правда? Вы понимаете, вам страшно или нет? Мне? Уже нет. Я услышала, что вам тоже страшно, и я почему-то... Я действую правильно, наверное. Вам должно быть страшно. Вы понимаете, что вам было страшно? Нет. Мне все равно, как будет вам. А что вы сейчас говорите? Вы где сейчас находитесь? Ну, я не репутант. Вы что, пытаетесь выяснить, чтобы меня вытащить, чтобы меня спасти? Чтобы ко мне сюда приехали какие-нибудь менты с автоматами? Борис? Борис, что у вас есть инфекция? Нет, вы же... У нас наивная случая, и там, если вы мне не скажете, собственно, где вы находитесь, я не смогу такого выяснить. То есть, что это вас зависит? Я же не знаю, где вы там оплатите, адрес ваш. Вы кто меня не знаете, это ни к чему. Хотите, бросайте трубку. Я больше никому в этой жизни не нужна. От вашей потери грустнее не станет. Вы и там были не нужны? Я же только что об этом сказала. Вы не выставляете меня повторять эту вещь, урок? Вы... Вы... Вы выбираете, которым вы не нужны? Каких вставов? Нет. Я чувствую, я уверена, что я больше никому не нужна в этой жизни. Они такие счастливые, у них горят глаза. Они говорят, я тебя понимаю, не найдет и не приближает в этой жизни. Они приходят к тому, чтобы даже посмотреть мне в глаза. Как они могут меня понимать. В пересвец, я не знаю. Раньше злилось. Теперь уже нет. Они теперь вообще все равно. Вам все равно? Вообще. А вы? По кого? Про людей. Людей? Про всех? там я же сказала про людей только он говорил что вас принимает на самом деле он поправил да он поправил обманывал пытался как то сделать еще не помогает а на лице было написано такое прощение люди такие трусливые я счастлива что я сейчас не вижу вас что я с вами только говорю я могу представить какого сейчас выражения лица готова поссорить вы рисуете какой нибудь портрет и собираетесь прокнуть его ножницами или что нибудь я говорю глупости в общем нет мне почему то кажется что вы тоже меня ненавидите это глупо наверное но простите все равно скоро я уже больше никому в этой жизни не помешаю я хочу исповедаться вам ну как бы я не верю в бога но я знаю что возможно скоро мне придется я хочу чтобы выявляться всех людей и хорошо что я вас не вижу меня просили никого не винить никаких записок это я решила еще вчера я я я я хотела получилось такие яркие свет да спешите я спешу я спешу да давай так поговорите и кого-то кого-то спешите бежите да если бы вы хоть чуть-чуть чувствовали то же что и я вам бы тоже захотелось убежать поверьте скажите у меня не все не хочу как говорит кто-то не понимает сейчас есть шанс что я могу вас поменять сиську скажите я очень хочу вас поменять тем не менее вы перебиваете меня и говорите что я спешу вы как все меня обвиняете что я вечно что-то делаю не так я спешу я стою не так я говорю не так так уж наконец-то всем станет легче да все правильно спасибо вам большое вы мне очень помогли вы настоящий друг будьте счастливы трубка повешена ну дальше не знаю что ладно я прошу прощения спасибо 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 вот еще я еще в чувства нахожусь поэтому давайте с вами обсудим роль консультанта и соответственно мы вас слушаем Да, давайте, знаешь, что мы чувствуем, когда мы чувствуем, когда мы чувствуем, когда мы чувствуем. Что мы чувствуем, когда 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 мы чувств Сейчас. Ну, я хотел сказать, что я там тебя слышал, что я там с тобой, ну, я так чувствую. А можно немножко поправить, да? То есть, вы говорите про методы, да, а мы спрашиваем про методы, что вы чувствуете? Вот тогда, знаете, я почувствовал страх беспомощный, здесь я почувствовал, что владею. Здесь там страх, ну, вот какие-то такие... Но приемные методы мне еще поговорить. Да, это важный эффект, но вот эти консультанты, это то, что тебя попускает, к сожалению, вот именно мы остаемся... Да-да, я скорее просто слов произношу и пытаюсь там к себе прослушаться, чего там со мной происходило. Мне было страшно потерять там точно. Было страшно, что абонент бросит трубку. А в какие-то конкретные моменты или вообще на протяжении всей... Ну, вообще, мне кажется, там вот эта вот ситуация, суицидоопасная, вообще, мне кажется, она довольно страшная, там сама по себе. Мне жалко было, в некотором смысле, момента... Были моменты, когда, там, мне было приятно, ну, то есть, как бы, как я чувствовал, это присоединение, небольшое, там, присоединение, там, хотя бы, ну, по темпу, наверное, когда было, там, такое вот... Ну, в смысле, никаких словах, потому что у всех могут разные мнения, да, в какой-нибудь... Да-да, ну, просто слова точно. Ну, хотя бы, конечно, какой-то... Жалко, нет записи онлайн, да? Я только вставлю, посмотрю, но уже начали импровизацию. Два момента там точно было. Где вы почувствовали присоединение, что... Да-да. Будто, вот, ну, у вас было мнение, что вы смогли присоединиться к вам. Может, аудитории есть такое мнение насчет того, что в какой момент консультант присоединился, может, вы узнаете, да? Этот момент был, как-то, про страшную. Мне кажется, был несколько таких моментов, когда он отражал на ее слова, и она отвечала на них, и как бы скрывала свое свое личное чувство. В этот момент тут была некая стабильность, потому что был диалог. Да, да. Ну, я как-то сразу... Я вообще думала, что мы это будем обсуждать потом, там чувства консультанта, там мнение наблюдателей. Я думаю, что сейчас все это, как бы, будет полезно сразу. Я действительно в те моменты, когда, не знаю, возникал диалог, когда говорила про то, что... Спасибо. Прям пробничек, не знаю, на этом не микрофон. Что мне хочется понять, это меня зацепило, про то, что вам страшно. Но мне показался голос несочувствующим, мне услышалось равнодушным. Вот я слышала равнодушие, и когда вот я слышала паузы после моих истерик, я чувствовала с вами такую власть. Я могу сделать с ней все, что захочу. Сейчас буду мазать по стенке просто. То есть у меня в тот момент уже, когда вы перешли в диалог, как-то поскольку у меня было желание на вас оторваться за весь мир и его жестокость, вот, и вы тут как бы такой же. Я тоже хочу понять, я вроде как фиша. Мне, с одной стороны, приятно, но, с другой стороны, вот, у меня вот какие-то такие чувства, там даже присучка началась, вот, в тот момент мне не хватило немножко сочувствия в голосе, вот, к мне как абоненту, да, то есть я как не осуждаю, да, вот, просто чего рассказал, чего не хватило. Вот, ну вот, стало теплее, когда я услышала, что хочу понять. Немножко, так скажем так, ну, выбило, когда скажешь, что говоришь быстро. То есть здесь на меня прозвучала нота осуждения, я вообще-то могу говорить как хочу, и тут мне говорят, что быстро говоришь, это ты не понимаешь, как бы твоя вина, и вот у меня как будто это сложилось с чем-то таким. Мне по жизни говорят все, потому что я вообще быстро говорю, попала в мою какую-то... Да, в общем, этот момент вспомню. Можешь себе что-то вспомнить? Да, там какие-то... Мне показалось, что, когда клиент агрессивно, так скажем, заставлял консультанта реагировать, и уставший консультант начинал реагировать, просто обращая внимание на то, как она говорит там. Вы быстро говорите, я наметил. Вам что, никогда люди там, о вас там что-то не дотронтились, и поэтому вы уже считаете, что вы никому не нужны? То есть он начал конкретно какие-то вопросы раскрывающие, то есть как будто он начал интересоваться, что же вы в это вкладываете. То есть вот он начал такие, более развернутые вопросы. Человек только немножко успокаиваясь, сказала, да, что клиент начинает успокаиваться, и говорю, да, нет, не всегда, но кто-нибудь в том, как национальный, немножко спадрал. То есть вот, ну, было ощущение, что действительно клиент заставляет консультанта работать. А консультант, когда начинал включаться, все, клиент успокаивался. То есть вот, ну, выглядело со стороны, когда он... Для вас так, да? Да, да, мне было так. И еще мне показался интересный момент, когда первый раз реагировал консультант, значит, когда вы думаете, вот на этот момент работник показал, он сказал, вот такая фраза, от вас зависит эта фраза, и на этом моменте он начал кашлять, но он просто менял твой. То есть на этом вы уже сечете, не нервничает? Да, вот этот от вас, ну, как-то странно, то есть... Как-то, значит, не... Что там было? Фраза была от вас зависит. Я сказал? Да, вы сказали. В этот момент вы прокачивались... Честно говоря, я тоже не помню, а про от вас зависит, а я, честно, как-то, выполнил это. В самом начале, когда вы как-то там, ну, пошли дальше. Интересно. В той стороне свое... На каждом что-то свое впадает, да. Ну, мне на самом деле тоже очень хватало хоть какие-то эмоции в голосе у консультанта. Ну, слишком равнодушно, на мой взгляд. И, не знаю, если бы я звонила, я бы просто поставила у себя на красную монету, вот эти вот... Ну, мы бы просто извести, чтобы еще была такими равнодушными... Нет, я сейчас хочу обратить внимание на то, что, поскольку у нас очень смелый попался консультант, он вышел работать в круге, фактически. Я хочу сказать, что когда мы там комментарии, мы не критикуем, мы просто говорим, что нам показалось, да, то есть это, чтобы не было воспринято, как там критика работы, ни в коем случае мы тут все там какие-то, какой-то одной каши варимся. То есть, да, вот, как говорится, да, что вам не хватило того-то и того-то, да, мне вот показалось вот в таких же моментах. Нет, вот, мне показалось, что, ну, по крайней мере, у меня как-то выглядит. Я не уверена, не стоило давить на негатив, вот я очень сильно зацепила фразы, которые сказал консультант, потому что, вот, когда вы говорили, что меня никто не понимает, я никому нужна, я понимаю, что отражение сейчас клиента и все остальное, ну, вот, например, вопросы, которые были в ответах консультанта, вас никто не понимает, вы никому нужны, как-то было очень странно, вопросительная интонация, то ли вопросительная, то ли интересная. Ну, это что отказано, у меня к вашему ответу есть комментарии, я говорю, что вот вас раздражало, да, безэмоционально, а вот я почувствовала, что меня это поддержало, потому что я что-то говорю, и там мне говорят совершенно спокойно, как будто вы, то, что я говорю, это абсолютно нормально, ты уже там, ты психия вообще ненормальная, какая-то там звонишь мне, то есть, о, 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 то есть это был нормальный человеческий диалог, я тебя слушаю, то есть у меня было такое ощущение сложилось, что даже мне как-то, ой, он меня слышит, даже не так мило, вот, да. Прорешите, мне кажется, как раз эти консультанты использовали методику, я думаю, сожидеть активное слушание, да? Это уже консультанты вопрос. Да, очень часто применяют эти тексты, когда ты проговариваешь переживаемые эмоции и очень часто они дают эффекты. Поэтому... Чего здесь быть? Ага. Нет, сроку я вас встречала именно в этой литературе, ведь это тоже имеет место быть, поэтому вы ему сообщаете, он вам возвращает проговаривая ваши чувства. Это правда отрицательно, что вот, что меня не понимает, что вас тут никто не понимает, то это про это, типа. Я вам видела, скорее, формально. Это пятидесят. Нет, пока нет, я тут не нужно. Без киноконсоли бы никто не отменял. Я предлагаю тебе такой формат. Давайте, как бы, сейчас будет высказано мнение, да, наблюдателей, потом у нас, как бы, консультант резюмирует и скажет, да, с чем он согласен, чем не согласен, что использовал, да, на что опирался. Сначала немножко сняли чувственное такое вот, вот, а потом уже, поскольку у нас консультантру. У меня очень хочется рассказать, я все-таки, коллега, как вас зовут? Артем. Артем. Вы знаете, просто вот, я руководитель службы, но я консультант, и вот у меня за год было 43 суицида, ну, звонка, да, обращение по этому вопросу. Мы отрабатываем каждый такой случай. Вот первое, о чем говорят консультанты, это страх растерянности, уровень ответственности, который возникает в первые секунды. Что делать? Вообще, как вести разговор, потому что вот я сейчас не неравнодушие услышала. Я услышала на протяжении пугного разговора растерянность. И желание помочь, но пытается как-то пристроиться, а клиент не дается. Вот эти вот перепады голоса, вот эти перепады эмоций от спокойного до агрессивного, он пытается в спокойном подстроиться, вдруг агрессия появляется. Он агрессивно начинает задавать вопросы, и тут опять что-то не получается. Поэтому здесь все застряло на этапе пристройки контакта. И что клиент не хотел? Он хотел выдавалиться, но не получал чего-то до конца. То есть как бы не на той волне. Так и консультант. И я, вот это мое мнение, это не неравнодушие, это постоянная растерянность и постоянная попытка найти тот ход, который нужно сейчас сказать. И еще у меня вот к отцу, прекрасно, мне, я вот ценила паузы, которые он держал. Потому что паузы давали вам возможность, вы не выдерживали их, и вы продолжали говорить. Вот, ну да, там иногда вот это вот отдакивание и активное слышание, которое он проявлял, типа я на проводе, я тебя слышу, иногда изменялась вот этой паузой. И вам было, и он провоцировал вас. Ну, про паузу действительно такой момент есть, потому что вот у меня сейчас с помощью остался такой комментарий, постараюсь не забыть. Момент такой, то что пауза для телефонного консультанта, который работает со случаем суицида, очень такой опасный момент. Потому что клиентам она может быть воспринята, вот, допустим, я попалась такая, что меня провоцировала в это, кто-то так растерялся, потерялся, задумался, или хочется говорить им, не говорите, ну, как бы разные бывают случаи, то есть работа с паузой на самое тонкое место вообще вот именно телефонный консультанта. И он сработал, он просто попросил, он, смотрите, вначале что с вами делал? Он вначале пытался присоединиться, потом он попытался узнать, кто это они, кто вас вообще, то есть пытался расширение ситуации пытался работать. Не с вами лично, а с ситуацией, то есть разобраться, чтобы вы ему начали рассказывать, да он вообще понял, с чем он работает. А потом он уже ушел на вот это вот активное слушание, то есть когда вы чего-то, он понимает, что он не попадает с вами в стадо, дыхания в дыхание нет. И тогда он вам задается. То есть он пробовал несколько вариантов, он не сурнавая этого. И поэтому ни один не сработал, ну, потому что вы такой клиент. Ну, потому что я такой клиент действительно, то есть хочется обратить внимание на специфику телефонного консультирования. Если звонить в суицидент, это не значит, что ситуация будет всегда одно и то же. Может позвонить разный, и время, чтобы хоть как-то сориентироваться, там, ну, просто катастрофически мало. Что вы говорите? Потому что вот, что вы спросите, это классическое право, для которого я сейчас была на тренде официдологов, они говорили так, ставьте себе вы консультант, вы берете пробку, а там он задается, у меня упал бутылев, от меня только что ушел муж. И что вы дальше делаете? Мы все начали спасать ее. Она говорит, а я не знаю, радоваться следующей фразе или огорчаться. То есть, вы думаете, чего у нее в руках, никто не понял, а мы уже спасаем, и решили, что это на свой цель. И после 24 звонков розыгрышей звонок от меня нашел Зайка. И вы думаете, что это розыгрыш, а Зайка полетал. Личная проекция, да. Да, это вот он сейчас сработал, именно вот вначале пытался разобраться с собственными эмоциями, с собственными, с этим очень сложно, субъективно, как он. Ну, да. То есть, здесь такой момент, я хотела к вам сейчас спросить, вы говорите про момент растерянности, то, что все консультанты испытывают растерянность. Первые секунды. Да, и здесь хочется от вас услышать рекомендацию о том, как с этой растерянностью справляться. То есть, вот, ну, как не пребывать в ней на протяжении всего. Это у вас же есть какие-то рекомендации по этому поводу? Вы знаете, здесь от каждого случая зависит от опыта человека. Прежде всего, вот мне очень понравилось, у меня с теми на конференции, когда там про розыгрыши был опрос, молодой человек выступал на сотруднике этого института, и что там спокойствие, и только спокойствие. То есть, это может быть и розыгрыш, это может быть и мустративно, то есть, не берем ответственность ни за что, мы сейчас пытаемся четко пристроиться, мы сейчас должны четко вводить в контакт. То есть, стараться не топиться в своих эмоциях. и не берем ответственность за, вы имеете право положить клиент в руку. У меня есть право в любой момент, и я не не суздать ответственность. Ну, в конце концов, я имею право и уйти из жизни. Да, и мне не суздать ответственность. То есть, это такие защитные механизмы консультанта, чтобы не утопиться, и стать в лакончиком рядом с ним, с такой стороны, и потом из ночи не спать и прибывать спинвизор в кровати. Ну, да, есть такой момент, да, там был комментарий, да. Мне кажется, то, что показалось равнодушием консультанта, как раз могло бы быть воспринято клиентом как такая стабильность консультанта, что я тут весь вымотру с ее усердки, а он устойчив, и он не знает, что делает. Это ваша интерпретация. Я слышу так, как будто вы хотите сказать, да, вы слышите так, я слышу там по-другому, то есть... Ну, здесь вот для меня все время слышится градация, потому что, когда говорят, вот правило, работа на телефон доверия, консультант должен говорить спокойно, спокойно, это какой? Вот у меня все время возникало, вот что значит спокойный голос? Спокойно один из каждого. Я говорю, спокойно? Ну, это какой-то там книжки по телефону мы консультировали, там что-то какая-то, там спокойный голос, там передача ответственности, там что-то, ну, такие-то такие вот, просто читал там и посыл консультировать. Конечно, конечно. Вот, то есть здесь уже я все время подвожу к той вещи, что угадать, сбить в десятку с первого раза, ну, как, ну, как? эмпатия, если бы не было так сложно, эмпатия присутствовала, потому что здесь действительно, ну, я заметила, что консультант, как мне показалось, терялся в тех моментах, когда я взрывалась, потому что он, скорее всего, не ожидал такой, был очень активный и редкий взрыв, но в тех моментах, когда он реально пытался вытащить на диалог, ну, какая-то эмпатия, ну, для меня присутствовала. Вот, не знаю, у меня было ощущение, что я ведусь, я еще признаюсь, потому что, извиняюсь перед Артем, что у меня такая роль в этом упражнении не дать себя уговорить, ну, как-то продержаться, потому что я еще на это работала. Если бы я была реальной суициденткой, я, наверное, уже давно как-то вышла на диалог, там, потому что все-таки позвонила, значит, зачем-то. И это... И еще, знаете, вот ваше поведение была цикличность. И после тихого, когда он вам что-то говорит, вы начинаете, то есть он у вас что-то задает вопрос, он вас, он говорит, да, вы там не понимаете, кто им, и вы начинаете агрессировать. То есть уже можно было предугадать, на любой какой-то вопрос более конкретный или присоединение открытое, такое, я, мы с тобой разной кровью, да, как в Маугле, вы начинаете агрессировать. То есть здесь надо было заходить издалека каким-то образом другим. То есть если бы еще продержать вас на трубке, то есть четвертую, можно было уже не упустить вашу агрессию. Просто было три вот таких вот агрессивных перепада, которые можно уже было прогнозировать. Понятно, может, грубо говоря, кто у нас на трубке. Хочу, да, обратить внимание на тот момент, который у меня был в моем биологии, я, ну, специально попыталась, не знаю, сколько мне это получилось показать, уйти один момент в эмоцию, когда, ну, как бы заплакала. То есть, ну, мне очень хотелось это показать таким образом, потому что для меня здесь в первую очередь включение в работу с чувствами. То есть вы плачете сейчас. Не хотела, что ты не слышишь. А, я вот просто бы стоялся на месте консультанта, я бы, наверное, задала такой вопрос, да, когда там кричат, я сказала, ну, хорошо, покричи там, покричи, выкричи там, все, что хочешь. Не знаю, у меня вот такой стиль, или несложно, мы с тобой, с тобой, как бы, не знаю. Ну, мне просто, я упомянула про это, потому что никто не сказал, да, сейчас пока, про чувство, что был момент ухода от жестких каких-то фраз, вот чувство в каком-то моменте. Вот. Я просто, ну, на самом деле, вначале меня не стал удивил, ну, все же, я физическую, да, стоп, нет, я был в длина, как ты начал, вот, соглашусь, что какая-то немножко астрономерность была в том, в твоем, то, и, ну, мне, это неожиданно, вот, но я как-то, в полости, для вашей паре, которая, да, вот этому действию, которое произошло, и то, что возили не к вам. То есть, выпускаешь, что-то там между вами происходило, то, чего я не могу видеть, так сказать, со стороны. Вот. Ну, в контакте вашим. Это раз. Второе, то, что, ну, соглашусь, что садресировала, ну, позвонившая, и, ну, у меня, например, это выражение от Дани, который, ну, сейчас также предлагает, что студенту направляет, ну, не в руководную, то он направляет на себя. В целом, как будто реакция неожиданная. Очень здесь тоже, ну, как бы, выразил мне это как результат, который чему-то там спрашивает не то, да, совсем, то есть, это уже, как бы, это выраженные чувства разрядства, ну, размещение, по крайней мере, по-сам-те же, бездовольное. Вот. Что говорит о том, что у него оснащение степени я считаю, что это вполне удачное слово. Ну, там, не знаю, как же там, если с той выбрать, там, там, ну, то есть, даже вопрос на куб, сделать, ну, может быть, какие-то моменты я бы придумал, там, может быть, я бы выражала вне флости, такой, что я бы выражала вне, наверное, там, мне понравился вопрос на то, ну, в кого ты, ну, в туфт твоей жизни, там, склонить, да? Да, склонить, выражать, ну, там, свой, да, там, девятый, еще свои, вот так же. Возможно, да, в этот момент поддержать, что он там, что он там, что он там, что он там, но это, надо бы сказать, что он все очень был. Ну, в любом случае, это и показан индивидуальный стиль, да, то есть, никто не знал, как закончится эта беседа. Да. Я, неожиданно, мне бы больше парадоксия не было счетного, за биту ли реальность или нет? А? Вы знаете, кто реальность сидит? Да. Потому что я неожиданно сейчас почувствовал, что очень похожий заряд магистракума и стероидов. Очень похожий заряд и стероидов. Я, да, классический и стероидов. Вот, когда сказали, даже я читаю этот диалог, как бы, хорошим, потому что была брошена трубка, мне захотелось сейчас вас услышать, он наверняка, она наверняка перезвонит, потому что сыграла свой спектакль, да, она, ну да, то есть, действительно, я не знаю, ну вполне возможно, до меня не было какой-то задачи сыграть и стероида, просто, ну может мне это присуще как личность. Ну хорошо, спасибо за... Да, Артем, я все хочу вам слово передать. Ну я, так вот, так вот сейчас. Я слушал Ксей, я на самом деле там устал, вот, и что в плане там каких-то эмоций, поэтому мне сейчас там, я там отражал, чувствовал, и там вполне там я себе очень осознаню, что происходит, но я в каком-то национальном плане сейчас немного там устал за день. Вот, значит, нет, про растерянность совершенно, и потому что там я как бы к этому там, во-первых, я работал с этими случаями, во-вторых, мы сейчас это обсуждаем, там, в-третьих, там, в круге работать мне там очень привычно, на четвертых, я устал, поэтому мне как бы совершенно там, про это, это скорее, про пониженную эмоциональность, вот, про то, что происходило там совершенно там, там, это было осознанно, там, те методы, которые я пробовал подойти с той, с другой, с третьей стороны, это было опять же все осознанно, про соединение с разных сторон, ну, про соединение разных сторон, там, там, по эмоциональному, там, по словам, там, по отражению чувств, там, про это. Значит, чего еще? Значит, про гнев. Я так думаю, что рановато его приводить. Я там согласен, Катя, с тобой, то, что я думаю в данном случае, там, соответственно, если мы говорим про суицид, то это направленность ну, как это называется? А вот и адресия, значит, и, соответственно, если клиент приводит на меня эту адресию, это уже отличный результат. И это уже там вопрос второй, что мы делаем дальше с ним. Но если это уже произошло, есть контакт, с ней, скорее всего, ничего не случится сейчас, вот, в секунду. Вот, значит, то, что значит, про стабильность, там, вот кто-то говорил, там, про этот взрыв тоже как-то для меня это было, там, неудивительно, и, скорее, мне хотелось ну, вот, там, про принятие и про стабильность, ну, про уровень стабильности, что вот я здесь, там, там, я с тобой, я спокоен, там, там, я готов тебя принять, там, что ты, там, орешь, но я, я, я спокоен, да, я слышу тебя, там, это нормально, ну, ори, я, я, вот в таком, ну, там, значит, в состоянии, я думаю, это чего-то про поддержку, там, ну, вот, такую, про то, что ты, там, можешь соцепиться, я думаю, что, там, клиенты могут, ну, абоненты, там, могут, значит, говорить об этом, сказать, там, да, вот ты, там, значит, но, там, знать, что, вот, человек, значит, вот он есть, и вот он, вот он, как бы, вот он тут. Еще был такой момент для меня показательный и важный, что, я, например, вижу большую разницу говорить человеку и говорить с человеком. То есть, в данном случае, я чувствую, что говорили со мной. Очень часто сталкиваюсь тем, что говорят мне. Вот, абсолютно глухой, потому что я говорю, он говорит, так, вот сейчас там, ты чувствуешь что-то тут, вот он, как бы, совершенно, он озабочен тем, чтобы передать свою какую-то информацию и не растерять, не расплесать по дороге. Ну, многие разные какие-то моменты здесь. Вот, то есть, такая простая истина, да, говорить с человеком, а не с человеком. И если чувствовать эту тонкую грань, действительно, это такой, в какой-то степени спасительный крючок, потому что, с полюбом, мы удерживаем человека в геологии, ну, соответственно, опасность редко снижается, потому что говорить, ну, пусть там речи, там, ну, ладно, ну, вы, может быть, о чем угодно говорить, о чем угодно. Ну, если тратить, мы больной, мы с ним не верим, давайте там про рыбалку поговорим. Ну, что-нибудь, что-то вот такое удерживать в геологии. И вырастает для меня какое-то между консультантом и абонентом, уже какое-то взаимодействие. Вот, я это чувствую, понимаю. Наверное, я сейчас подумал, чего-то не хватило, может, мне сейчас сил не хватило так вытащить. Ну, побольше, наверное, сейчас абонентка не была готова, абонентка не готова бы присоединиться, там, вот сейчас. Вот еще бы там минут 10, может быть, ну, не 10, там, 5, она присоединилась, ну, то есть больше бы, там, посильнее бы, может, накалить бы это, ну, вот, там, выражение вот этой, там, агрессии, там, и вот, там, про что-то такое. Ну, там, про выглеск какой-то. Да, она даже не хотела, она испугалась, что вот сейчас, ну, может, так сказать, вот спектакль, который в административной антикопе был задуман, он пошел мне к тому плану, потому что она, когда это не просто отручка, потом, когда она его для себя разыграет, как литвом, она испугалась, потому что вы действительно отправились, и, ну, это ее сценарий сейчас пошло. Ну, да. Ну, здесь очень тонкое наблюдение, на самом деле, потому что, поскольку у меня есть была задача, я, вот, реально, я там, Анастасия Звонарева, не хочу в данный момент покончить с тобой, у меня был момент, как бы, сыграть соцседент, и, видимо, когда у меня был обрежен спектакль, роль, и когда я почувствовала, что меня ковыряют, а моя задача, собственно, как-то так, выиграть, вот, я беру, я там, сегратировала, там, бросила трубку, и все так вот. Действительно, как бы, вполне возможно, что так могло быть и в реалике. Ну, здесь, конечно, присутствовал момент того, что хотел услышать одного, да, там, слышит другое, и даже если это не воздействует, мне это как-то, я не настроил этот диалог, я вот хочу сказать, как вы меняете ненавидеть, и как вы меняете ненавидеть, еще и тебе такое другое ненавидеть. Да, да. Это реально. А вот я когда вот встала просто на место, да, вот так, слушай, мне наоборот, начать не очень, а потом со всем стало даже очень спокойно. И тебе, наверное, заметят, женщина и мужчина консультант. Если женщина будет звонить и слышать мужчину, может, это ей поможет больше. Ну, это гендерное предпочтение такое. Ну, конечно, может, сомневно быть. А можно вопросы? Да, Артем, вот у вас были два вопроса. Где вы находитесь, значит, не так, да, задаясь, то есть, как вы сомневаетесь, как вы сомневаетесь, и второй вопрос, кто они, да? Да. Вот, я просто не могу сейчас даже понять, честно, у меня это вопрос. Не рано ли нас стали задавать вопросы и не предприятия? Ну, это очень рано. Ну, я просто... Нет, это бы я, вначале, когда я слушала вас, мне понравился этот ход. То есть, я как бы почувствовала, что, может быть, это зацепит, это как ход. Сейчас я просто понимаю, что мы, наверное, где-то рано попытались вообще, но, может быть, даже вам надо было высказаться, да? Молчать, поддакивать, принимать вас, выкрашивать, вы сланчите, что уже такое, да, вы, это... Ну, вот, да, поводокрировать. Где вы? У меня это вызвало, как бы, реакцию, действительно, у меня это... слило, потому что, консультант, не поговоря, со мной пытается выехать, где я, следовательно, не хочет со мной говорить, я-то вообще, ну, что такое, у меня прям сразу, ах, там, радость, не хочется наговорить, а в городе секо, и вот, как-то так, да, про это вот. Ходишь, да, это показалось, практически, потому когда разбираешь, думаешь, рановато. Да, да, может быть, ну, я согласен, что рановато, но я, как бы, думаю, что ничего тут в этом, как бы, страшно. Ну, в смысле, я попробовала, я почувствую, что она не пошла туда. Ну, да. А вот про они, все-таки, это про другое вопрос, значит, вот, где это, скорее, про прояснение вообще, там, ситуации, а вот про они, это там про другое, мне все-таки кажется, немножко, и там это уже, там, про чувства. Вот, то есть, ну, вот, тоже там, она не очень туда пошла, вот, ну, это все-таки, там, про другое. Совершенно, еще на этом этапе, не готова была бы сказать, кто они-то. Да, да, да. Но это была попытка на эмоцию, да? Ну, в смысле, если мы еще повторяли, я бы про это, начал, конечно, как бы, там, первое не спросил, а потом спросил, все равно, ну, там, немножко по-другому может. Ну, здесь про готовность, потому что, на самом деле, такой момент, когда спрашивают, кто они, иногда кажется, вполне закономерным, что я отвечу, например, это мой муж, или это мои родители, или еще, а если у меня изнасиловали пять манятов на улице, и я не готова сразу об этом рассказать? Ну, ну, вряд ли, человек, который не снасилен, сразу так скажет. Ну, нет, это понятно, я не вижу, как-то не прошла у меня, уйдет. То есть, бывают ситуации, просто о которых, это, это гротескно такое привела, да, что человек не сразу готова стать, а там, кто они, потому что, ну, разные бывают причины. И, действительно, здесь вот, вроде бы ход, я бы тоже спросила, кто они, по пояснению, а что с ними, вот это расширение туннелевого сознания, они меня ненавидят, а конкретно, кто они, в чем там, песня ненавидят, приблизительно, вот такая схема. Ну, подальше. Мы подальше, мы так дозировали, но потом, оно засыпало. Это слово они, он пытался найти, а она ушла. Все они, она взвешивая. Да, вот это страшно, все-таки, опять возвращаясь, как я пропустила его, я в них, я спрашиваю, но там было, вот что-то же, мне уже не страшно, а потом, вот Артем, вот он тоже сказал, что вы хотите, чтобы мне было страшно, и вот в один момент был взрыв, а в другой момент, там спокойно очень, я так считаю, что там вот она его перезвонила, не знаю, может, это мои какие-то защиты там, но про то, что она сказала там, что она хочет там, ну, мне кажется, такие какие-то признаки есть, так я сейчас думаю, что она сказала, ну, значит, что я, что я хочу, вы все равно пьете, что они не получили, что я, что котели, не, не, она что-то получилась, так, если на этой роли, то, нет, да, это вообще прям истерический шанс, вот сейчас я брожу трубку, и пусть что-то дергается, а потом я его позвоню, да, а, кстати, вот это, простание трубки, это символический суицид, ну, получается, обрыв, я поймал себе на мысли сейчас, мне вот было как бы, ну, ну, ужасно, когда я там вот бросил трубку, ты там, ну, я как-то вот, ну, бросил. Отработал? Ну, нет, я как бы, нет, 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 все равно не посидел, нет, конечно, я про то, что нет, конечно, там, не фигово, что она бросила трубку, ничего классного, нет, там, когда ты там проливаешь контакт, там, ничего хорошего не происходит, просто, ну, у меня не было ощущения, что она стоит на краю крыши, когда сейчас набросил трубку, она там прыгнула с крыши, вот этого ощущения не было. Скорее, она очень активная, в жизненное позицию, просто, поэтому, скорее всего, сейчас, да, и когда будет помочь, что жилом не помочь, это как бы, это не просто. Если, сколько разок, я походи, я походи, я походи, я походи. Мам, что вы чувствовали, да, или какие-то отдельные моменты? Вообще, самого начала. Да, я схожу за своим чаем, ну, непременно расскажу, если, конечно, с вами. Да. здесь, наверное, не знаю, как-то сложно сейчас, потому что у меня была определенная роль, в принципе, вначале я чувствовала волнение и очень какое-то большое сомнение, а что я там услышу, а кто со мной будет говорить, а что он скажет, а как мне сказать. Я когда говорила о том, что я не знаю, зачем я позвонила, если это я это чувствую, я не знаю, зачем я позвонила. Вот что-то как-то в мои пальцы там здесь, набрала номер, позвонила, что сказать я не знаю. Ну, не знаю. То есть как-то... И очень многое, как мне кажется, на первых этапах зависит от консультанта, как он направит. Зрачи все клиенты говорят, ну, я не знаю, зачем я позвонила, что-то я тут позвонил, как-то вот я хочу покончить с собой, вроде хочу проявлять свою жизнь. То есть у меня здесь было ощущение беспомощности, растерянности. И я, наверное, была личностно и эмоционально готова на этом этапе, чтобы немножко повели. Я даже не знаю пока в какую сторону, но вот ощущение того, что хочу быть ведомой. Я позвонила, я вам докладываю о том, что я позвонила. Пока больше нет. Дальше уже все зависит от того, как консультант выстраивает диалог. Вначале как-то я почувствовала, что со мной говорят, хорошо, какие-то вопросы задают, не ужасается. Мне было приятно, что не было такого испуга. Ах, только не делать этого. Сейчас я придумаю, что вам сказать, только, пожалуйста, не... Вот. Просто однажды с этим столкнулась. Вот. И, ну, как бы меня готова слушать. Момент скрыл на цепра, где вы. Какой-нибудь я знаю там скорую помощь, или комиссию психиатра, может, у меня был такой опыт. Вот. И меня сейчас начнут там забирать. У меня ощущение вторжения в границе. Я не иду к соседу. Я звоню на телефон доверия, специально, чтобы сохранить свою анонимность. Чтобы меня не видели, меня там в слезах моих, моих каких-то там, не знаю, может, я там в грязном халате сижу там где-то на крыше. Я не знаю. Просто то, что говорит, где вы. И еще когда я прозвучала так директивно, как мне показалось, мне было немножко как-то страшно. Вторжение. Момент с тем, что вы хотите, чтобы мне было страшно. Ну, даже не знала, что ответить. То есть, наносите как-то все равно. То есть, мне показалось, что весь консультант был такой момент, как будто, то есть, на себя так перетягивайте. Немножко одеяльце так. Мне там страшно. Может, обо мне поговорим? То есть, как будто, что вы меня обижаете? То есть, у меня вот такое возникло ощущение. Я тоже возникла. В этом случае, я отторговалась в лицинге, и вдруг не возникло такое чувство, что как-то стало случилось, чтобы вы сейчас так говорите о нем. И это как-то было очень дикоскративно. Ну, не знаю. У нас с вами как-то одна такая эмоция. То есть, в принципе, здесь я понимаю, как мы профессионалы, ход консультанта, в плане того, что это прояснение моей потребности. То есть, возможно, я сильно звоню, чтобы не буду панипулировать, напугать его сюда, чтобы страдал там. Ну, вот, что-то такое. А вдруг сработает. Ход хороший, в принципе. Вот. В моменте, когда я хочу тебя понять, я хочу вас понять, и вот когда были признаки такого активного слушания, вот это, ну, спокойно, меня это поддерживало, потому что, ну, хотелось как-то говорить и паузу, действительно. Уже есть вот в этом диалоге для меня паузы, в общем-то, мастерски подействовали. Я чувствовала, что я могу молчать столько, сколько мне нужно. Но меня никто не смотрит в данный момент, от меня никто ничего не ждет. Не сидит там вот так вот потоповая ногой. То есть я этого не вижу. И для меня, я как-то, поскольку чувствую потери в смысле, я чувствую, что человек готов ждать. Он говорит, хорошо, там как-то был момент такой, я подожду. То есть я говорю, вот как, я не помню, что я сказала уже. Вот, хорошо, я подожду, и я как-то так, у меня захотелось так повесить еще на телефоне, может, какие-то мысли в голову, или такое, побыть в этом мутном состоянии. Вот. Это на меня хорошо подействовало. в момент, наверное, когда я уже здесь не вспомнила, то, что было в конце, ну, спровоцировалась на агрессивную реакцию про громкие, ну, про то, что я быстро говорю. Я вспомнила про то, что клиенты с суицидальными намерениями очень чувствительны вообще к любой критике. Даже они видят критику там, где ее вообще, в принципе, нет. И любое высказывание рода, ты делаешь что-то такое, ну, как будто бы что-то неправильное, ну, значит, я правильно делаю, что ухожу из жизни. То есть вот здесь, ну, как-то для меня это так прозвучало. И в принципе, наверное, вот я сейчас думаю, что я просто как-то сидела в таком гневе, а потом я перезвонила. Потому что до меня сначала дошли какие-то гневные нотки мои. Там я выплеснула гнев, а потом я почувствовала, вспомнила про то, что человек все-таки как-то хотел меня выслушать, что он был ровный, что он меня не испугался. Я бы, наверное, перезвонила, а не извинилась. То есть ну, как-то вот так что у меня, пожалуй, все про мои ощущения. Тренно, это очень интересный момент был про это, про «Куда спешите?» он мне очень понравился. Ну, то есть у меня мысли даже не возникли, что это может звучать как осуждение. Мне вообще очень понравилось, как я это сказал. И вообще, мне кажется, так вот тему, а оказывается, что вот так вот. Почему полезно делиться чувствами, вот даже в режиме реального дела? Мы, поскольку не имеем обратной связи от тех, кто мы консультируем по телефону, мы выгодены поступать правильно, не профессионально фантазировать. Ну, чтобы он мог почувствовать мета насыщаемых своими проекциями и все такое прочее. А поскольку здесь происходил диалог, да, я могу подчеркнуть, что я почувствовала в тот момент. Это было важно сюда привнести, потому что, действительно, вот он момент ярко показывает. Я-то вообще Д'Артаньян здесь, а тут получается, что вот оно так воспринято, а каждое вот так. То есть, действительно, я не знаю, как бы, поскольку мы завершаемся, уже у меня такие слова, что, как бы, усложнили ли мы работу или упростили, расширили, или как-то сузили. Но в любом случае, вот, я надеюсь, что все это было полезным для каждого. Вот, поэтому... Спасибо за опыт. Если, да, есть какие-то еще комментарии, мы открыты к ним. Пожелания, вопросы... Понятно? Хорошо. Спасибо за внимание, за активность. Спасибо, спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Здоровья, счастья, удачи, творческих. Спасибо всем, тоже успехов.